А сразу за моей спиной находится дом номер девять по Гитрайде Гассе. Знаменит он тем, что в нем родился и прожил первые чуть более 20 лет своей жизни Вольфган Каммадей Моцарт. Наверное, самый знаменитый уроженец Зальцбурга и, естественно, пожалуй, главное его знаменитость. Так что сейчас будем посещать этот дом. В нем сейчас создан музей и есть еще один дом, в котором он прожил потом, когда он участвует в своей жизни. Но пока пойдем именно в дом-музей рождения. В музей не так просто попасть. То есть вы попадаете, а потом идете вверх, вверх и вверх. Это мы поднимаемся уже примерно на третий этаж и пока еще экспозиции ноль. А вот у нас кухня. С этого, собственно, и начинается весь музей, где кратенько рассказывают вам, где и что. Но все это в виде текста. Я его, честно говоря, не вижу никакого смысла вам цитировать. Так что буду просто показывать по ходу и комментировать. А здесь у нас фамильное древо Моцартов. И вот так вот оно заканчивается. Ну, информацию сконцентрировали, но не вижу смысла вам всех-всех прям перечислять. Для первых нескольких комнат, к сожалению, в них нельзя ни снимать видео, ни фото. Так вот, там есть комната, где родился Моцарт, комната, где просто показаны портреты его жены и двух детей, которые выжили. Ну, честно скажу, ничего там особенного нет. В основном, это несколько старых каких-то документов. Н-ная часть там портретов или чего-то. Ну, в принципе, и все. Мы попадаем вот в такую галерею и переходим дальше. Далее музей продолжается вот в ту сторону, и мы следуем туда. Я не увидела никакой таблички о том, что нельзя снимать или фотографировать. Поэтому кратко вам покажу, чтобы вы имели общее представление. Ну, вот, как видите, комнаты выглядят достаточно скудно и показывают в данном случае его жизнь в Вене. И не только жизнь, но и творчество. Ну, как вы видите, предметов в комнате совсем немного. Комната, конечно, невелика, но и предметов тоже совсем не густо. Выглядят многие комнаты в доме музея Моцарта. Какие-то документы, портреты, стенды. И на этом, в принципе, все. После того, как мы прошли вот те комнаты, которые я поснимала, вам показала, вот там галерея, мы теперь спускаемся вниз. До того мы поднимались на несколько этажей вверх. И теперь спускаемся вниз. Чтобы даже выйти, когда мы уже побывали во всех комнатах, тем не менее мы продолжаем спускаться вниз. То мы долго-долго поднимались, теперь также долго спускаемся. Хотя, казалось бы, дом не так уж и велик. Ну что, мы побывали в доме музея Моцарта, в том доме, где он родился и прожил первые годы жизни. Честно хочу сказать, совершенно, абсолютно никак не впечатлило. Если это не является для вас обязательной программой, то, на мой взгляд, оно не стоит. Ни потраченных времени, ни потраченных денег, ни потраченных сил на его посещение. В общем, на мой взгляд, абсолютно бесполезная трата времени. Я вам, конечно, постаралась показать, насколько это возможно. Там далеко не везде разрешено снимать, но там, где это можно, я постаралась это сделать. Там, на мой взгляд, очень скучно. На мой взгляд, малоинформативно. Все там портреты, какие-нибудь старые записи, вы их легко найдете в сети. Вот. И как такового какого-то духа того времени мне не удалось почувствовать. Никаких больших предметов или прям целой обстановки комнат там нет. И поэтому, если бы этот музей не входил в Зальцбургскую карту, а мы бы потратили деньги на него просто так сами, мне было бы их очень жаль. Я бы расстроилась из-за этих потраченных средств. Поэтому, на мой взгляд, этот музей точно не стоит внимания. Ну, а что будет насчет того музея, где Моцарт дальше жил, то посмотрим. Мы туда еще не дошли, но как только дойдем, я вам покажу и его. Если можно будет, покажу его внутри, но опять-таки загадывать не будем. И, естественно, выскажусь о своих впечатлениях после посещения музея. Вторая известная достопримечательность, посвященная Моцарту, это тот дом, в котором он жил. Я вам уже показывала дом, в котором он родился и первые годы жизни провел сюда, он затем переехал. Так что будем заходить, смотреть и надеюсь, я очень-очень надеюсь, что мне это понравится гораздо больше, чем дом, в котором он родился, потому что, честно, на мой взгляд, делать в том музее абсолютно нечего. Ну, пойдемте открывать для себя Моцарта дальше. Вот мы дошли. Ну что, начинаем. По вот такой лестнице поднимаемся наверх и отсюда начинается экскурсия. После того, как вы прошли весь музей, опять вас встречает лестница и вы спускаетесь вниз, потому что весь этаж, на котором жил Моцарт и его семейство, это было не на первом этаже, поэтому вся квартира располагалась на втором, так что вы его туда поднимаетесь, все, проходите и спускаетесь вниз. На первом этаже ничего нет и дом не полностью прям принадлежит, но один из этажей вот занимало именно семейство Моцартов. Как только вы выходите из дома музея Моцарта, сразу перед вами городской театр. Ну что, наша экскурсия по второму дому музею, посвященному Моцарту, подошла к концу. К сожалению, так же, как и в первом музее, там снимать нельзя и нет вообще никаких переходов, где можно было бы что-то сфотографировать или каких-нибудь предметов отдельных, которые можно было бы заснять на видео, поэтому я смогла вам показать только общий вид дома, лестницы и, к сожалению, ничего больше. Если брать впечатление после посещения, то они смешанные, потому что точно так же, как и в первом доме, я не могу сказать, что здесь сохранилась какая-нибудь аутентичная обстановка или прям целыми комнатами были бы предметы, мебель или интерьера как-то там нет, такого нет, но там есть ноты, есть портреты, есть несколько видов музыкальных инструментов, скрипки или фортепиано, в общем, что-то такое. Но точно так же, как и в первом музее, мне не нравится, что ты не ощущаешь какого-то погружения в эту тему, нет ничего, что могло бы как-то тебя связать, кроме вот этих отдельных экспонатов, которые или висят, или под стеклом в витринах лежат, ну, как-то мне это, честно говоря, средне. Однако, чем оно отличается от первого музея, так это тем, что тут вам дают аудиогид, вот, в том числе он программируется на русский, вот, и в каждой комнате есть обозначение, вы включаете и слушаете. Что странно для меня было в этом аудиогиде, так это то, что он не только просто рассказывал какие-то сведения, а еще там играли произведения Моцарта, поэтому, если вы любитель классической музыки в общем, и Моцарта в частности, то вам это понравится. А так, в принципе, какие-то общие сведения вы их легко найдете в интернете. Там были такие отрывки, которые, вот, вы просто зашли в комнату, нажали эту цифру, и там совершенно нет никаких слов, никто ничего не рассказывает, не дает вам никаких сведений, а просто играют какие-то фрагменты произведений Моцарта. И есть довольно длинные. Поэтому для меня это было странно, не очень понятно, но вот какие-то впечатления смешанные. мне кажется, что он получше, чем первый дом музей, но я бы не сказала, что это должно быть прям первое место, куда вы направитесь по приезду в Зальцбург. Во всяком случае, для меня это точно не так. И уж точно второй раз, если я соберусь бывать в Зальцбурге, меня туда не потянет. Не в первый дом музея Моцарта, не во второй. Ну и вот забравшись на вершину Капуцинерберг, вот такой вид открывается с нее на Зальцбург внизу. Сейчас постараюсь вам показать и в другую сторону тоже. если добраться до самого верха Францисканерберг, то вот тут стоит такое шато, скажем так, где раньше был орден францисканцев. Честно скажу, оно на самом верху горы находится это шато, и путь сюда не близкий, не легкий, достаточно крутой. Я вам энные фрагменты этого пути покажу, когда мы будем спускаться вниз, потому что честно скажу, когда мы поднимались, чтобы вы просто постоянно слышали тяжелое дыхание, думаю, это не самый интересный контент. Покажу вам шато с другой стороны. Я вам показывала его прямо вид вот отсюда, ну и вот его боковина. И вот от этого францисканского шато вот окружающий пейзаж вниз вид на город Зальцбург. ну и горные вершины. Как и обещала, начинаю показывать вам спуск вниз. Вот город, вот лестница наверх, вот лестница вниз и как вы видите, там дальше еще город. Сейчас я спущусь вот туда до поворота и покажу вам открывающуюся перспективу. Вот как вы видите, я спустилась до поворота, лестница идет дальше. Вот дома уже стали чуть поближе и вот так я думаю, что вам должно быть хорошо видны еще и горы. Но мы все еще сверху, дома ближе, но по-прежнему внизу. И кстати, чтобы вы не думали, что тут все время постоянно ступеньки, нет, есть участки, где просто насыпан мелкий камешек или где это утрамбованная земля, я вам это тоже обязательно покажу. Вот видите, как я вам и говорила, далеко не везде здесь лестницы, в данном случае это вот земля, корни деревьев, ну и если вы устали подниматься, то кое-где встречаются лавочки или поваленные большие бревна, на которые можно присесть, можно конечно присесть и просто на ступеньках лестницы, ну вот просто чтобы вы не думали, что все так легко и просто поднялись держась за перила и все нет совершенно отнюдь нет ну и пожалуй один из последних кадров этого похода на гору это вот как я вам показывала там была земля с корнями здесь вот видите камешки насыпанные тоже все достаточно неровно ступенек нет так что нужно соблюдать максимальную осторожность потому что как видите вот здесь уже начинается обрыв растения уходят вниз а перил тоже нет ну и потом я вам наверное снизу просто покажу общий вид на горы чтобы вы понимали какое-то расстояние какая-то высота и я думаю что с этим кратким походом будем заканчивать а то мне кажется и так ему посвящено уже достаточно внимания не знаю будет ли вам слышно из-за громкого движения транспорта но именно вот на эту гору туда наверх где возможно вы различаете чуть-чуть справа от центра белый домик мы поднимались я вам показывала все что наверху открывающиеся виды потом показывала лестницы и спуск вот именно туда наверх мы поднимались на Капуцинерберг мы добрались до дворца Мирабель начнем мы его с того что пройдем через парки прилегающие к этому дворцу они тоже так и называются Садрить Мирабель все по пути я вам постараюсь показать вот и если будет разрешено снимать внутри то тоже постараюсь это для вас запечатлеть дворец Мирабель является важной туристической достопримечательностью но в отличие от многих других объектов что его приятно выделяет это то что он бесплатный так что если вдруг у вас есть время вы может быть тут пересаживаетесь в Зальфбурге или у вас просто командировка или вы как-то проездом и времени немного то я советую сюда заглянуть во-первых можно приятно провести время в самих садах а во-вторых еще этот дворец достаточно часто открыт практически каждый день в неделю и он бесплатный так что пошли мы в сады Мирабель вот через этот вход и сразу попали в такой небольшой дворик где есть клумбы фонтанчик ну вот такая в принципе ухоженная территория решила вам показать еще один вход в сады при дворце Мирабель ну вот прямо по центру на дальнем плане белой-зеленой крыши это и есть дворец Мирабель а вот здесь такие скульптуры на входе в парк мы прошли в парковый комплекс который примыкает к дворцу Мирабель он так и называется сады сады Мирабель вот и я вам буду по ходу нашего движения показывать всю эту красоту есть вот такой павильон откуда доносится щебет мы решили зайти посмотреть вдруг там что-то интересное а тут оказалась клетка с вот такими попугайчиками которые и издают все эти звуки среди моря зелени попугайчиков тут есть еще вот такой небольшой прудик где черепаха и рыбки ну и туда дальше выход из этого павильона следующая часть садов куда мы перешли здесь фонтан побольше скульптуры и дальше садово-парковое искусство разноцветные клумбы цветы и скоро пойдем в ту часть мне почему-то кажется что этот вид я вам уже показывала но тем не менее я показывала его вам от фонтана но вот теперь мы еще чуть дальше отошли и это дворец мирабель парки сады при нем вот фонтаны ну в принципе весь окружающий ландшафтный дизайн пейзаж вот так выглядит фасад дворца мирабель не знаю на льду ли я где-нибудь точку где он будет попадать полностью но постараюсь может быть мне это даже удастся мне кажется я поднялась чуть повыше и видно дворец чуть получше но решать конечно же вам покажу вам заодно внутренний двор дворца мирабель на мой взгляд честно он не заслуживает прям слишком большого внимания ничего здесь интересного или приковывающего взгляд нет ну просто чтобы у вас было общее впечатление то вот так он выглядит и как только вы входите вас встречает комната с вот таким полом в виде карты зальцбурга поднялись на самый верх во дворце мирабель в том входе который приведет к мраморному залу вот это начало и сейчас я буду спускаться постепенно по лестнице и покажу вам антураж и лестницы в том числе здесь есть вот такие статуи и подобным образом выглядит часть перил вот так я продолжаю вам показывать вот они колонны и перила ну как вы видите оно все примерно одинаковое на протяжении всей лестницы еще конечно же я считаю нужно показать вам и потолок тоже потому что если он того заслуживает то почему бы и нет и вот одни из дверей например видите с таким бюстом сверху оно подножие лестницы ее основание и затем она уходит наверх откуда я и начала вам все это показывать ну и вот общий вид если подниматься наверх то это все вы встретите на своем пути и вот если пройти в ту дверь которую вы видите по центру то вы как раз попадете в мраморный зал о котором я уже говорила ну а вот так выглядят двери через которые необходимо пройти после лестницы чтобы затем добраться до мраморного зала одна из наверное самых известных комнат Зальцбурга и в частности дворца Мирабель это мраморный зал известен он тем что здесь очень часто любят заключать браки ну вы видите обстановку поэтому более чем объяснимо почему молодожены выбирают это потому что это красиво это торжественно это помпезно ну и конечно соответствует событию если вы хотите его запомнить то думаю что вот в такой обстановке это более чем легко сделать посмотрите на толщину стен которые ведут в этот мраморный зал она точно не маленькая вот сюда направо это будет вход в мраморный зал а если пройти абсолютно прямо и выйти вот в ту сияющую зелень то вы попадете в сады дворца Мирабель но при этом вы пройдете через вот такой вот туннель каскад из арок и оформленного потолка по-моему вот здесь гораздо интереснее чем в том же внутреннем дворе здесь по-моему гораздо больше всего в плане оформления и это интереснее так так что вот оно как вы вышли из дворца вас встречает сразу же вот такой фонтан со статуей крылатого коня по имени пегас в эту сторону в эту сторону вот в эту сторону вас везде ждут сады возле дворца ну собственно мы сейчас по ним и пройдемся посмотрим пристальнее и детальнее разглядим всю эту красоту а действительно красиво зелено цветущее разноцветно так что пойдемте идти мимо пегаса подняться по ступенькам и следовать дальше прямо то вы попадете вот на такой мостик где стоят два карлика и дальше прямо там тоже круг из карликов он по-моему так и называется сад карликов так что держим путь туда вот он сад карликов или гномов думаю что всю историю вы и так найдете и без меня но если вкратце то при дворце жили обычно карлики вот с них делали скульптуры и ставили к сожалению сохранились не все но большинство так что это скульптуры когда-то реально живших людей так что не как только не скульптуры они Субтитры сделал DimaTorzok Так это то, что здесь у вас есть выбор Хотите, можете сидеть на солнце Там, где только клумбы, цветы И никакой тени Или же есть местность, где растут деревья Где тенек, укрытие Или даже вот такой вот тенистый туннель Ну что, побывали мы во Дворце Мировой И самое главное, побывали в парковой части Которая прилегает к этому дворцу Что могу сказать В самом дворце особо смотреть нечего Там есть парадный зал Весь отделанный мрамором И, конечно же, это основная достопримечательность дворца Больше, кроме его внешней архитектуры Собственно, не могу сказать, что там что-то доступно внутри В основном там сейчас находятся всевозможные административные службы города Зальцбурга Поэтому различные его входы посвящены различным службам И, конечно, турист может зайти в принципе Но смотреть там, как я уже говорила, не на что Потому что это просто обычная бюрократическая машина Там находится парадный зал Тот, который отделан мрамором Он доступен для того, чтобы вы туда заглянули Но не так, что вы полностью можете весь его пройти И осмотреть буквально каждый элемент декора Или какую-нибудь отдельную часть Этого нет Но общее целое впечатление, конечно же, вы можете составить Основное, что привлекает и, мне кажется, оставляет самый большой след И самое яркое впечатление Это парковая часть дворцового комплекса Потому что она обширна В ней очень много всего Там есть и часть, где стоят скульптуры карликов Есть и часть со всевозможными клумбами и цветами Есть полностью тенистая аллея Есть, естественно, главная часть перед дворцом Есть в закрытом таком виде Как я вам уже показывала Птичник с небольшим прудом То есть, как будто это у вас зимний сад И так далее Перечислять можно много Ходить там можно много Там есть скульптуры В общем, парковая часть, на мой взгляд Она, во-первых, заслуживает внимания Во-вторых, она комфортна для пребывания Там интересно Там есть, что посмотреть Есть разгуляться тем, кто будет с детьми Потому что простор Если вы устали То можно найти место Как в тени, так и на солнце Посидеть, отдохнуть Понаслаждаться общим видом Временем пребывания в Зальцбурге В общем, на мой взгляд Сам дворец Мирабель отнимет у вас буквально несколько минут А вот парку можно уделить гораздо больше времени Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!